Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Добрый день. Здравствуйте. Начинается «Дневной разворот» в Кирове. «Дневной разворот». Да, получилось, как будто немножко... Разворот. ...стырили. Съели что-то, да. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин в студии. Да, Владимир Сметанин, Елена Овчинникова в студии. 29-й сегодня марта, напомним, если кто запамятовал. Вчера вроде не пятница была, а четверг нормальный рабочий день. Сегодня пятница. К утру тяжело было вспомнить, где и в каком состоянии. Март заканчивается, я к тому, что... А-а-а. Да. То есть, да, мартовским котам. До свидания. Ну что ж, здравствуйте все, да, кто на той стороне эфиром. Мы начинаем очень весело. Хотя, в принципе, я начну с новости, которая будет, я думаю, испортит настроение многим горожанам. Я считаю своим долгом об этом сообщить. Сегодня в 7 часов утра мне позвонил мужчина, который рассказал чудовищную историю. На днях на его сына. Это ученик средней школы. Живут они в самом центре города. Центрея буквально некуда. Было совершено нападение. Молодой мужчина в возрасте 25 лет. Педофил. Я смело говорю, педофил. Совершил нападение на ребенка. В подъезде, подкараулив его. И, как называется это, вот следственным языком, совершил насильственное действие сексуального характера. Ребенок, мальчик, находится в ужасном состоянии. Он боится уйти из квартиры. Это, думаю, будет понятно любому родителю. Что происходит с его ребенком, когда в подъезде на тебя нападает, если это мальчик, и на него нападает мужчина. Я думаю, что пережить это очень сложно. Вчера состоялся суд, где принималось решение об избрании меры пресечения педофилу. Насильника поймали все-таки? Насильника поймали. Его поймали. И более того, выяснилось, что это житель города Сыктывкара, не имеющий в Кирове ни прописки, ни регистрации, ничего. Но почему-то судья решил не избирать меры пресечения в виде ареста, а отпустил педофила погулять. Итак, все родители девочек и особенно мальчиков, будьте внимательны. В нашем городе действует, ородует педофил. Я скажу, что решение о том, чтобы отпустить педофила на Оль, принял судья Кричанов. И я думаю, что меня услышат не только родители, но и представители правоохранительных органов. И я считаю, что это ужас. Вот если бы мой ребенок не был уже взрослым, я бы, наверное, сейчас взяла и водила в школу и школы за руку и встречала у подъезда, потому что, ежели уже такое случилось, то нет никакой гарантии, что это не повторится. В принципе, многие родители уже в панике. Я скажу, что это действительно произошло в центре города, потому что занимался этим делом. Следственный отдел Октябрьского района, педофилу 25. Он только что отслужил в армии. Я подозреваю, что такая поздняя служба произошла, потому что он, наверное, получал где-то высшее образование. Да. Но сегодня человек вот такого плана среди нас, рядом с вами и наши дети в опасности. Итак, напомню, судья Корчанов вчера принял решение, что педофила совершенно не обязательно арестовывать, хотя и прокуратура, и следствие совершенно четко говорили, что этому человеку место уже в следственном изоляторе. Поэтому будьте внимательны, будьте бдительны, родители. Вот такая неприятная для всех история. Тревожная информация. Тревожная информация. Более чем. Вот. И я посчитала, поскольку и мать, я посчитала своим долгом поставить вас, нашего дня слушателя, в известность, что детям нашим грозит опасность. Ну что ж, сегодня мы переходим к теме. Да, большая и важная тема у нас. Большая и важная тема. Самое главное, что совершенно непонятное, потому что это тема, о которой мы сейчас будем говорить. Есть два четких, разнополярных, да, представителя, которые одним хочется, да, другим категорически хочется, нет. Ну все нормально. Есть противники и сторонники. Да. В споре рождается истина, как говорится. Будем надеяться, что она родится. То есть у нас будет расследование в эфире, несмотря на то, что мы будем говорить о, собственно говоря, о Котельническом районе, да. Но я думаю, что это всем будет... Здравствуйте, гости как раз-таки оттуда. Да, специально приехали. Оттуда, да. Итак, Котельническое и сельское поселения хотят, планируют, мечтают присоединить к городу Котельничо, чтобы сделать селян городскими жителями. Так вот, одни очень хотят быть городскими жителями, другие очень не хотят. У нас сегодня в студии гости. Давайте представим их. Елена Придеина, глава Котельнического и сельского поселения. Добрый день. Здравствуйте, Елена. Снежанна Солятина, депутат Думы Котельнического и сельского поселения. Дума поселения. Славосочетание такое очень интересное. И Геннадий Помилов... Ну, то есть поселение думает. Да, думает. Что странно. Геннадий Помилов сегодня у нас в студии, это начальник отдела по вопросам административно-территориального устройства управления, по вопросам местного самоуправления. Вот такая сложная должность. Здравствуйте. Здравствуйте. То есть мы будем сегодня решать вопросы, насколько это интересно в экономическом, в политическом смысле и в том числе... Да и в обычном, в бытовом, в бытовом. Что происходит? Потому что есть четко два полярных мнения. У нас есть опрос. У нас есть опрос, да. Спасибо нашему редактору за подготовленный этот опрос. Что поможет улучшить качество жизни в сельских поселениях? Как вы думаете? Давайте мы расшифруем вначале. Что такое сельское поселение? Это несколько деревень, находящихся на относительно недалеком расстоянии друг от друга и, видимо, по каким-то либо географическим, либо по экономическим показателям собранные воедино сельское поселение. То есть вот несколько деревень, пять, шесть, десяток, да, собранного в единое сельское поселение. И вот дальше к опросу. Да. Что поможет улучшить качество жизни в сельских поселениях? Спрашиваем мы горожан. Но многие жители нашего города, они выходцы как раз-таки сельской местности. У них родственники там живут. И они, безусловно, должны интересоваться этими вопросами. Итак, первый вариант. Вы так имеете в виду себя? Себя в том числе, да. Первый вариант. Присоединение к ближайшему городу. Второе. Объединение нескольких сельских поселений в одно. Третий вариант. Повышение квалификации руководителей поселений. То есть вот внутри должна проводиться такая работа. Четвертый вариант. Помощь спонсоров. И пятый безрадостный вариант. На мой взгляд, село вымирает. Пора в города перебираться. Ну да. В принципе, вы знаете, опрос очень дался, потому что тут все аспекты как бы. Но я думаю, что отвечать будет очень непросто. Да. Вот связанное с укрупнением, с разукрупнением. Помните? Нет, вряд ли вы помните. Но вот судя по старинным фильмам, в начале, да, где-то в 30-х, 30-40-х годах у нас в Советском Союзе тогда было такое укрупнение. У нас ломали, допустим, там... Коллективизацию вы имеете в виду? Нет, я не имею коллективизацию. Я имею в виду, знаете, вот была фабрика. Потом взяли, снесли все стены, вот, и огромное количество мелких цехов объединили в одно производство. Было ли это хорошо? Не знаю. Ну, вряд ли. Потому что следом началось разукрупнение. То есть обратно начали строить цеха и возобновлять. Вот здесь та же самая история, понимаете? Когда много в одном месте, это хорошо или плохо. Или все-таки, знаете, проще руководить, когда все это скомпоновано, собрано, точечно и такое. Вот таким управлять, на мой взгляд, легче. Напомню, что опрос можно найти на нашем сайте, хакирова.ру, а также в нашей группе ВКонтакте. Ну и телефоны озвучим. Да, наши телефоны, пожалуйста. 708-502, прямой эфир, звоните, 708-502, если вы неравнодушны. Писать можно на 8-909-720-101 и 0. А также у нас есть аккаунт в Твиттере, вызван 43. Так что мы готовы. Ну что ж, да. Вместе весело шагать по просторам. Или, значит, наоборот, мы вот усузимся и будем не вместе шагать, а вот малым количеством, но в нужную сторону. Да? Да. Я правильно сказала? Давайте обозначим тему для начала. Да, наверное, к Елене Придейной вопрос. Нет, а давайте мы все-таки начнем. Все-таки с Геннадием Васильевичем Помиловым. Здравствуйте еще раз, потому что мне очень хочется узнать. Вот такие движения, укрупнения, разукрупнения, присоединения и так далее. Объясните нам, пожалуйста, с экономической точки зрения, с политической точки зрения, почему вообще возникли эти движения? Кому они на руку? Что происходит? Чем, собственно говоря, руководство области? На что опирается, когда начинаются такие движения? Мне вот очень интересно, что правительство говорит по этой теме? Добрый день. Я хотел бы начать с правовой основы. В соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного управления в Российской Федерации, муниципальное образование формировались или создавались на территориях в Кировской области бывших сельсоветов. Это было очень большое количество данных, и в границах сельсоветов были формированы в соответствии с 131-м законом. Безусловно, данные территории были и крупные, и мелкие, и очень мелкие населением. А двухсот были еще меньше, и более тысячи, двух тысяч. То есть совершенно разнокалиберное поселение. Поэтому, естественно, они имели и экономическое, и финансовое. Подождите секундочку. Давайте вот так вот все-таки оживим картинкой. То есть, допустим, я не сельский житель. Проездом. Допустим, маленькая деревенька совсем, но обязательно сельсовет. Куда пойти? Вот сельсовет. Там все скомпоновано, там все руководство, там можно найти бухгалтерию, там можно найти агронома, если он не в полях. В общем, все руководство в одном месте. Точечное. Но вы не забывайте, что, в общем-то, не так давно начался, я бы даже сказала, какой-то зверский отток сельского населения именно по городам. То есть, если вы сказали, что деревня 200 человек, там еще что-то, но осталось, вот есть вообще бабки одни. Три, четыре, пять. Вот это, у меня эта информация, знаете, такого характера, это когда решался вопрос по, начали уничтожать фапы, вот это фельдшерско-акушерские пункты. И раньше, да, была огромная деревня или средняя деревня, пускай и маленькая деревня, но там был фельдшерский пункт. Потом все, народ уехал оттуда, да. Ну, много, да, безработица, отдаленность от районного центра. Много причин, люди побежали из деревень, осталось до 10 человек. Понятно, что держать там сельский совет, свою бухгалтерию и все. Вот так я вижу эту картинку. Я права, то есть, вот это основное движение. Сейчас, когда несколько деревень входят в одно сельское поселение, сельский совет все-таки находится в самой крупной, да? Да. Вот у вас, например, где находится сельская администрация? Мы к Елене Анатольевне уже адресуем, глава котельнического сельского поселения. То есть, сколько у вас? У нас... Сказали, 11 всего населенных пунктов, да? У нас 20 сельских поселений. Вот это в котельническом районе 20 сельских поселений. Мы говорим конкретно о вашем. О котельническом сельском поселении. О котельническом сельском поселении численность 1164 человека. А деревень сколько? 11 деревень. И центр у нас находится в пригороде города Котельнича. Там проживает 645 человек, то есть как бы в основном... Ну, это вы знаете, это немало. Это немало. Основная масса. Нет, ну зато нет, зато все друг друга знают. Итак, простите, пожалуйста, Геннадий Васильевич, продолжайте. То есть обоснованность экономическая. В федеральном законе 131-м было обозначено, что, как правило, сельские поселения формируются в границах, допустим, численности, как правило, не менее тысячи человек. У нас в результате формирования муниципальных образований две трети поселений сельских были созданы, формированы, менее тысячи человек. Поэтому, конечно же, по происшествии определенного времени, а это уже практически несколько лет прошло, и в результате и экономическая ситуация, и кадровая, и имущественно-финансовая была недостаточно, как бы сказать, подкеплена. Фактически сельские поселения не могли просто жить без дотации, без помощи и областных властей, и районных. Давайте так, у меня возник первый вопрос. Скажите, пожалуйста, можете ли вы объяснить, почему тысячи человек? Почему сельские поселения формируются от тысячи? Это что за цифра такая? Откуда она взялась? Мне кажется, это вопрос национальной безопасности. Национальной безопасности? Чтобы, если что, удержать эту территорию. То есть нам надо генералу позвонить. Понятно. По крайней мере, вот такая цифра обозначена в федеральном законе. Она, естественно, была изучена на основании многочисленных исследований, безусловно, и с учетом исторических особенностей в каждой территории. Поэтому и написано, как правило. Поэтому, безусловно, где-то больше, где-то меньше. Вопрос. Вы сказали экономическая целесообразность. Как рассчитывался? Какой порядок расчета? Что значит в данном случае экономическая целесообразность в видении как раз именно тысячи человек? Допустим, я понимаю, что вы сказали о дотациях, что нуждается в дотационных каких-то. Но, по-моему, сейчас село и так не очень-то радостно живет, и в дотациях, по-моему, все. Экономическая целесообразность. Расшифруйте, что это? То есть какая-то... Ну, давайте так. Вот смотрите, есть некое сельское поселение. Там должно быть обязательно что? Школа должна быть? Безусловно. Если крупное сельское поселение, должна быть развита социальная инфраструктура. Вся структура должна быть? Да, присутствовать. Детский сад? Это и школа, и фаб, и библиотека, и дом культуры, магазины. Дом культуры, да. То есть полностью, я говорю о том, чтобы могло полноценно это поселение жить. Вот это вся структура, которая должна присутствовать от тысячи человек в поселении. Так, значит, и насколько я понимаю, экономическая целесообразность... Мы перечислили очень много. Школа, детский сад, клуб, все. Но ведь там еще люди работают, да? А мне кажется, вот с этого-то и надо начать. Экономическая целесообразность. Не просто люди, они должны где-то еще и работать, и они должны что-то производить. Что-то производить для того, чтобы заработать хотя бы на самих, на себя. Тебя кормить тем самым и желательно есть, что-то еще и продавать. Да, когда народу меньше, кто пойдет в библиотеку, пустые библиотеки? Кто пойдет в клуб, потому что, собственно говоря, бабушкам не очень весело целоваться на последнем сеансе. Мне кажется, экономика, она тут, это самый основной фактор. Экономическая. То есть мы решили, да? Скажите, вот с экономической целесообразностью мы немножко разобрались. Но ведь объединяя, присоединяя, укрупняя, давайте не к центру, да? Не к районному центру, а, допустим, вот внутри себя. Вот вы же говорили, что, то есть укрупнять сельские поселения, да? Для того, чтобы там вот тысячи человек было. Ну, смотрите, мы не Европа. У нас деревни находятся друг от друга там десятки километров. Ну, десятки я загнула. Но за 10 километров есть, да? То есть, да, смотрите, мы тысячи-то человек набрали, но территориально-то мы, ого, как, укрупнились. И, понимаете, собрав тысячу человек, вряд ли кто-то поедет в клуб, будет ходить в клуб и будет ходить по библиотекам каждый день, потому что до библиотеки, до недородимой, надо ехать километров 20, а потом еще как-то обратно с книгами. Вот это как в смысле экономической обоснованности? Я не наезжаю, я пытаюсь понять. Я пытаюсь понять. Безусловно, речь идет, и если пожелать население объединяться и создавать более крупные сельские поселения, они вольны присоединиться как раз, если они пожелают и городскому поселению. Но это только в тех случаях, когда действительно это для населения полезно, выгодно, и они имеют в результате объединения более благоприятные условия для поживания. Хорошо. Вот здесь прозвучало, по-моему, тоже это очень важно, едва ли не ключевое. Но скажите, люди сами, жители сами должны принимать решения, или это, собственно говоря, такое волевое, административное. Административное, да, как говорится. Использование, да, ресурсов. Свыше некое. Ну, сверху сказали, все, объединяйтесь и привет. Да, ни одно объединение не проходит без учета мнения населения. Безусловно, это самое основное учет мнения населения. В зависимости от того, какое муниципальное образование объединяться, проводятся разные формы учета мнения населения, либо собрания граждан, либо опросы, либо еще другие формы учета мнения. Поэтому, безусловно, с учетом поведенных опросов, либо учета мнения населения принимаются решения представительными органами местного самопоявления. Ну, то есть это коллективный разум. Насколько я понял за вашим комментарием, как с этой инициативой может выступать как и местное население, так и руководители. Абсолютно верно. Здесь с инициативой объединения выступают и могут выступать и органы местного самопоявления, и органы власти государственной, и само население. Ну, то есть, мягко говоря, сверху и снизу. Подождите секундочку. Но жить ты там людям в любом случае. Подождите, я договорю, но вы, потому что, знаете, самостоятельность решений, вот я не очень сильно верю, потому что, наверное, лет 10, ну, может, немножко поменьше, я писала о том, что Подосиновец собрался и совершенно четко заявил, мы больше не хотим быть в Кировской области, мы хотим в Вологду. В Вологду. Потому что, да, вот до Кирова, извините, нам надо добираться там 14 часов либо поездом, либо сутки на автомобиле, около суток, потому что там не было дороги. А вот Вологду, вот она, через мост перешел, и вот она, Вологда, и там снабжение хорошее. И у нас фактически Подосиновец весь питался, снабжался, одевался, обывался именно вот там, на Вологодчине. И когда они сказали, ага, мы это самое, вот, по-моему, до сих пор у нас трясут вопрос с поездами и так далее. Ну, давайте все-таки... Ну, это другой вопрос совершенно, поэтому... Это не другой вопрос, это близкий к теме, давайте вспомним, что у нас есть звонок. Давайте, да. Алло, добрый день. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Это Николай. Николай, у нас мало времени, вот, до перерыва. Вот вы по хотельническому району осуждаете, да? Абсолютно верно, да. Поселение там спрашивает мнение народа. Лузский район возьмите, там вообще никто ничего не спрашивал. Все деревни, вот, там три поселка, Лальск, фабрика Таврический, их все объединили просто, как бы, ну, подошли к бабушкам там, давайте вот вам лучше жить, вот. Сейчас эти бабушки платят по свету. БГС сделали поселок городского типа, они сейчас платят за свет, за все, по городским расходу. Тарифы подскочили. Николай, спасибо вам, но сразу же скажу, что у нас впереди еще полтора часа, и на эту тему мы вот будем и говорить, собственно говоря, почему у нас сегодня гости непосредственно вот из котельнического сельского поселения, потому что мы услышим их, почему они не хотят. Наоборот, хотят. Кто-то хочет, кто-то нет. Нет, вот, вы знаете, мне вот Луза, да, вы помните, вот, Миша Асташов, да, который, благодаря только стараниям, да, Херки, со сломанным позвоночником, да, слава богу, остался жив только благодаря этому вмешательству. Мне, знаете, у меня все время с Лузой, с Лузским районом ассоциации такая, знаете, есть сайт, называется он Планета Афанасьева. Вот Планета Луза, мне кажется, это, знаете, да, то есть Глобус Луза. Вселенная Луза. Да, но она очень узкая. Вот, то есть такое отдельное, они сами в себе варятся и как-то сами так и сами. А теперь мы на перерыв. Давайте на перерыв, да. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжаем «Дневной разворот», говорим о жизни на селе, да? Да, говорим о жизни на селе. О том, как они хотят жить, а главное, с кем. Ну что ж, мы остановимся. Нет, наверное, они сделали уже свой выбор. С кем? Что-то вас по пятницам на шутки вас не пробивает. Мы еще изучаем. Да, вы знаете, вот сейчас прозвучало, был звонок, нам звонил мужчина по имени Николай. Вот он рассказал, да, про проблемы Лузского района. Сказал, что там взяли, присоединили, да, и теперь бабушки, которым обещали, что все будет здорово, теперь вынуждены платить за свет и так далее, как городские жители. А может, у них свет гореть начал ярче? Вы знаете, вот он еще говорит, пообещали по-хорошему, пообещали по-хорошему, значит, но вот смотрите, ну пообещали, что жить будут лучше, значит, ну и выполнили. Раньше бабушки за свет не платили, теперь платят. При их-то пенсии, вот, все заплатили, денег не осталось. Деньги зло. Пообещали, что будет лучше, теперь, видимо, живут без зла. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Алло. Елена Юрьевна. Здравствуйте. Здравствуйте, а вас как зовут? А у нас еще есть Владимир. Я всегда с удовольствием слушаю ваши передачи, когда вы ведете их по понедельникам и по пятницам. А если по теме? Да. А по теме, что... Я вам спасибо. Я вам хочу какое пояснение сделать. Ну и понятно, почему, допустим, большинство хотят уйти в город, а оставшаяся часть хотят остаться в сельской местности. Вот мы как раз занимаемся решением этого вопроса. У нас такое расследование идет для того, чтобы мы сами поняли и наши радиослушатели тоже поняли. Я сказала, давайте выясним, почему люди хотят жить вместе, почему хотят отдельно, с кем, как. Это наши вопросы. У вас есть сообщение или вопрос личный? Елена Юрьевна, понятно, тут там только в основном материальная сторона, материальная сторона. Вот давайте, вот там вы ведете разговор про Котельнический район, да? Да. Так, и потом что? Ну там живется разная категория лиц. Есть пенсионеры, есть там... Несомненно. Да как и везде, в общем-то. Сельская местность, есть интеллигенция, там по части, допустим, учителя, там они же есть. В библиотеке, да, работники домов культуры, ну... Да? Да, потом какой-то клуб, там клуб есть, так сказать, там заведующий клубом есть. И поэтому что, так сказать, если она живет и является жителем сельской местности, понятно, у нее тариф на электросвещение. Если, допустим, брать вот работников культуры, просвещения, им там должны отопление 50%... Ясно. Николай, вам спасибо большое за то, что вы вводите нас в тему. Слышно, что вам вот заинтересована, вот вам близка эта тема. Но вот как раз мы именно по этому поводу будем сейчас продолжать разговор с нашими гостями и услышим действительно, кого интересуют деньги, кого интересует чисто география. В общем, давайте будем разбираться. Николай, спасибо вам большое. Спасибо. Отдельное спасибо за то, что вы про меня сказали доброе. Это бывает редко. Спасибо, до свидания. Ну что ж, давайте мы будем вот теперь переходить уже непосредственно к нашим гостям из Котельнического района. Я напомню, что это Елена Придеина, глава Котельнического сельского поселения, о котором мы сегодня ведем речь, и Снежана Сосолятина, депутат Думы Котельнического сельского поселения. Вот. Ну что ж, давайте так. Вы за или против присоединения Котельничева? Вы хотите быть городскими или городскими? Мы ответ дадим в том случае, вот когда вот именно изучим этот вопрос и услышим все. Ну вы же все равно жители, вы же все равно боретесь. Нет, нет, давайте так. Вот Елена Анатольевна вообще глава, она даже не житель, она глава. У нее такая вертикаль она представляет, власть. Так вы за или против? Вот скажите, чтобы мы потом вас уже на клочки, на кусочки, на тяпочки. Вот лично я поддержала данную инициативу с тем, чтобы собрать полную информацию, что для нас будет хорошо, а что плохо. То есть вы собрали больше плюсов, чем минусов, да? А Елена Анатольевна все-таки как глава поселения, вы на какой стороне баррикад? Справа с вами? Ну я думаю, что да. За присоединение? Хорошо. Чем вообще были вызваны эти размышления? Присоединяться, не присоединяться? Ну вот Снежана Николаевна сказала уже, да, то есть она изучила, что будет хорошо, да, а что будет, вот знаете, есть такое, да, хочешь разобраться в себе, прочерчи листья пополам, да, здесь что за, что против, посмотри, что больше и иди в лучшую сторону. То есть вы выясняли отношения, обеим вам вот предоставляется право сказать, что хорошего при соединении, что вы увидели? Ну чего плюс-то? Ну давайте главе дадим слово. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Еще раз, что пригласили вашу студию. Ну для начала я хочу сказать, что этот вопрос по поводу объединения города и района поднимался давно. Он поднимался еще в 2008 году. Но это не сегодняшний, да? Да, и почему возник этот снова вопрос? Вновь избранные депутаты Сельской Думы вынесли решение изучить мнение населения и сделать опрос. И поэтому... И я так понимаю, что наша гостья Снежана Николаевна именно и занималась изучением этого вопроса. Да, вы правы. Понятно. Так, продолжайте. Так, и поэтому у нас было заседание, велся протокол. А я знаю, кстати, у вас там такое заседание было. Такое... Это было собрание. Очень интересное. Это было собрание. Жизык собрания позовет. А это 16 января. Жизык собрания этот, господи, Жириновский позовет. Точно. И поэтому 16 января 2013 года мы провели очередное заседание, где присутствовали из 11 депутатов 8 проголосовали по этому вопросу. По какому? То есть начать изучать? Да, начать изучать. Считывы... Восьмой, девятый, десять. Шесть лет изучали, изучали, думали, думали, читали, читали. И в 13-м году решили все-таки изучить. Проголосовали, изучить. До этого без голосования не будем изучать. У нас депутатов проголосало 8 человек. За изучение вопроса. Да, изучение данного вопроса. А есть какие-то сроки, есть какие-то границы? Вот вам сказали, вот до такого числа вы должны определиться, присоединиться или не присоединиться и так далее. И минутку еще. Вы знаете, у меня вопрос сейчас к представителю власти. Геннадий Васильевич Помилов напоминает начальнику отдела по вопросам административно-территориального устройства. И у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эта процедура слияния раздела, вот все движения, да, по вот этому переделу, да, границ и территорий, это ведь в финансовом смысле некая затратная история. Смотрите, переделываются карты, где указывается. Идет перемежевание. Идет? Да, абсолютно верно. А документация меняется. Абсолютно верно. Вы правы. Печать. Определенные зататы. Должности. Звание, чины и так далее. Конечно. Это затратная история. В какую сумму такая процедура может вливаться, кто финансирует? Да, и самый главный вопрос, откуда деньги? Где деньги, Зин? Ну, коль. Здесь несколько составляющих. Что касается, вот вы начали, картографические материалы, описание границ и так далее. Здесь эти затраты осуществляются за счет областного бюджета. По расчетам и поводится конкурс, описывается границ и проектным институтом. Далее уже... Ну, смотрите, я объясню, да. То есть был котельнич в виде такого маленького кругляшка на этом самом, на карте, да. И вдруг он с одной стороны, я так понимаю, так, к вам въезжать, с южной стороны, да. И вдруг он там прирос какой-то землей и превратился из точки в запятую, да. Это же надо измерить, перемерить все и еще заложить в карты. Вот. И еще должен быть человек, который уничтожит предыдущие карты, чтобы не повадно. Это шутка была, не пугайтесь. Вот. Нет, все равно я объясняю, что как бы... Вот была точка, был кругляш, стала такая форма непонятная, абстрактная. Овал. Овал. Это, да, какой вы... Ладно. Вот. Это даже тоже кому-то надо сделать. И утвердить границы города уже. Да, ведь есть границы города. Так. И на конкурсной основе. Да, организация выигрыш-конкурс проводит все работы, представляет материалы. Далее уже идет работа по оформлению документов. В частности, готовится... А это все за деньги? Ну, то, что вы говорили, это, безусловно, проектный институт. А далее уже оформление материалов, и также проводится проектный институт. И материалы представляются правительство области. Где эти рассматриваются на комиссии по вопросам административно-территориального устройства. Разрабатывается проект закона области и вносится законодательное собрание для утверждения. Хорошо. А финансовая сторона вопроса, в какую сумму может выливаться, кто знает, сколько вот такие вот слияния, разлияния и так далее, во сколько они выкатываются. Вы смотрите, даже банально представить, даже просто представить. Вот стоит школа, написано там начальная или средняя школа сельского, котельнического сельского поселения. Все присоединили к котельничью, сельское поселение, и стала она городской школой, номер, там, вот, я не знаю какой. Вот, даже табличку и то надо поменять. Или у вас нет школы? У нас нет школы. Как это? У нас в поселении практически вообще ничего нет. Все в котельничье. Все в котельничье, да. И работа в котельничье, и развлечения в котельничье, и магазины в котельничье. Я так понимаю, что это большой плюс. Вдруг у них появится все свое, хотя, в принципе, как добирались до школы, так и будут добираться. Ведь ничего не произойдет. То есть о сумме, о сумме, да, вот таких вот мы так и не узнали, но я думаю, что это все-таки не копейки. Потому что, вы знаете, как правило, вот эти всеземельные работы, это достаточно дорого, да, перемеры, замеры. Услуги проектных институтов мне тоже, мне тоже, кажется, недешево стоят. Ну да, да. Эти затраты зависят от потяженности границ, безусловно, особенности есть, поэтому специалисты по каждому конкретному поселению общи твои затраты. А вот территориально, вернее, не территориально, по периметру сельское поселение длина границ сколько? Не знаете? Нет, я понимаю, что это протяженность. Ну и площадь сельского поселения. Так, ну территория поселения 4,5 гектар. Вот вы знаете, если я с километрами еще как-то могу, то с гектарами я уже, мне надо пальцем показать. Ну, в общем, это не много и не мало, это, ну, нет, в масштабах планеты, это, конечно, ерунда. Ну что ж, давайте вот сейчас мы начали переходить уже к теме, то есть, да, по финансированию, это обычно очень большой секрет, хотя хорошо правительство не отрицает, что это процедура затратная. А теперь давайте мы будем говорить с людьми, значит, уже на тему, почему вы за. Хотя бы начнем, потому что две минуты у нас до перерыва остались. Вот, и мне бы хотелось узнать, слушайте, а сколько лет вы живете без школы, без ничего, без клуба? Или вообще никогда этого не было? Школа у нас была в деревне Роменское. Да, в центре караула у нас школ вообще не было. Находится ФАП, почта и библиотека. А подождите, давайте так, вообще мы говорим о котельнической сельской поселении, деревне, название деревень. Это да, деревня караул, это центр. Караул? Да, караул, это центр. То есть вы караульчане, получается, а не котельничане? Караульчане, да, это на каракуль больше похоже. Вот, нет, караул это вообще, это проблемы или может быть какое-то другое? Вообще название такое. Я помню, я писала, у нас были статьи, сравненные названия. Там в военное время стоял караул, там охраняли. А, то есть это не разбойный бор такой, а это значит просто военизированное такое название. Понятно, это самое. Понятно. Так, караул деревня, еще? Какие вообще? Название деревень, да? Да, да, да. Всего один из. Деревня Шабалины, деревня Старостины, Лилековы, Богомоловы, Роменск. Пузыренки. Старостины. Вы знаете, если бы я была жителем Пузыренок, вот, меня спрашивают, ты откуда? Я говорю, я Пузыренская. И если бы мне сказали, мы присоединяемся к Котельничу, я бы сказала, не-не-не, я присоединяюсь. Пузыренки как-то статуснее звучит, запоминается более, да? Да, а потом всю жизнь над тобой смеяться будут. Не-не-не, я лучше из Котельнича, я Котельническая лучше буду, вот, чем Пузырёвская. На этой смешной веселой ноте мы уходим. С обещанием, что в следующей половине у нас будет сугубо серьёзный разговор. Да, а главы у нас смешливые попались, и депутат смешливый, и глава сельского поселения смешливый. И очень хорошо, мы радостно уходим на перерыв. Субтитры подогнал «Симон»!